Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть из наших, из ваших, мне шеек, вышли тоже ученые, как все известные, например, имам Бухари. То есть они не стали, не начали говорить, у нас здесь нету книг, у нас здесь нету компьютеров, у нас нету пятого, десятого. Нет. На сегодняшнее время Аллах в лесу тем, что есть аппараты, как телефон и компьютер. Ты можешь сидеть здесь, требовать знаний, сидеть на собраниях ученых, сдавать Фуран, получать иджазы, разрешение преподавания и тому подобное. То есть братья говорят, мы с сегодняшнего дня должны начать действовать. Шаг за шагом. Не должно пройти дня, чтобы в этот день ты обязательно прослушал какую-нибудь лекцию, какой-нибудь урок большого ученого. Возьмите, выбери себе одного большого ученого имама и бери от него знания. Как, например, шею Хусамин, рахмаллах. Человек может сказать, я не знаю арабский язык. Проблем нет, найди того, кто научит тебя арабский язык. Который будет постепенно с тобой изучать, пока ты не научишься арабский язык. Есть у нас на интернете сайты, за которыми смотрят или за этими сайтами стоят братья, которые перевели нам в книге шейху Хусамина. И мы не восхваляем никого перед Аллахом. То есть это брат Арсен и брат Ринат, то есть они для вас сделали близким далекое, перевели для вас правильным переводом книги ученых, их слова и их фатва. Как брать наш шейх Арсен, то есть он не сказал же, у меня здесь я сижу в Украине, нет здесь никого, у кого выбрал знаний. Нет, однако он начал проявлять усердие, учиться, слушать, ездить и стал кем стал, говорит, что тебе мешает? И мы сказали, с этого дня начни изучать таухид. Три основы, четыре правила, важные уроки, книга Едина Божия. Иди этим путем, и ты увидишь, что Аллах откроет, и ты увидишь, что твои дела тронулись с места. Это угроза от Аллаха. То есть обещание от Аллаха, он говорит те, кто, то есть смысл такой, те, кто будет усердствовать, то есть приложить все свои усердия. То есть это первое условие, чтобы ты приложил максимальных условий. Второе, чтобы ты в своих требованиях знаний стремился только лишь к лику Аллаху, субхану Аллаху. И пришел обещание от Аллаха, что мы, то есть Аллах говорит, клянусь Аллахом, что мы непременно проведем их прямым путем. То есть вы непременно должны действовать в соответствии с этими знаниями. Как, например, ты что желаешь от человека неверующего, от кафера? То есть скажешь, что он непременно должен засвидеть, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад уграб и посланник. И что только он сдал его смысл, чтобы действовал в соответствии с указаниями. И он тебе может сказать, а ты знаешь, говорит, смысл ля и 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 ля. И ты скажешь, нет. А ты скажешь, какая разница между мной и тобой? То есть ты скажешь ему, то есть ты должен читать пять молитв в месяц с джамаатом. Он спросит, а ты, говорит, читаешь пять намазов, говорит, обязательных намазов с джамаатом? То есть говорить, приписывать к себя праведным предшественникам с алифов, это не просто заявлять, что я с алифит и все. Нет, твои слова должны быть подтверждены твоими деяниями. Разве, говорит, мы видим, чтобы наши праведные предшественники с алифы оставляли пять обязательных молитв? То есть они говорили, то есть было даже такое, что человек болел, не мог самостоятельно идти, он опирался на двух, на двоих мужчин, и таким образом шел мечеть. И они говорили, что никто не оставляет молитву, кроме мунафика. То есть мы должны быть одним джамаатом, одной рукой. Из тех дел, которых к нам научил нас пророк, это объединиться на том, на чем был пророк, и его сподвижники. Господь один. Пророк один. Шариат один. Кибла одна. Молитва одна и те же. Пост один и тот же, и хаж один и тот же для всех. И одна община. Одна идиная. Поэтому мы должны собраться и помогать друг другу в том, на чем были пророк и его сподвижники. То есть должны собраться в требовании знаний. То есть объединиться, да, должны объединиться в обязательной молитве. Должны собраться в порицании порицаемого и в пробуждении к одобряемому. То есть когда Суфьян посетил Хиракли, да, он его спросил, когда в счет Суфьян не был, да, мусульман, он спросил, говорит, а сподвижники Аллаха, сподвижники пророка с Аллахом, они увеличиваются? То есть они, сподвижники пророка с Аллахом, которые за ним следуют, они увеличиваются или нет? Сказал, да, они увеличиваются. Поэтому если в наши дни наши ряды не будут пополняться, это указание на то, что мы не являемся тем, кто следует за пророком с Аллахом. Это указает на то, что нету у нас призыва абсолютно никакого. Если ты не начнешь призывать, кто находится рядом с тобой, который вместе с тобой уходит на базар или еще куда-то. Если ты не начнешь его призывать к истине, то он начнет тебя призывать к заблуждению. Невозможно, чтобы призыв к Аллаху был остановлен. То есть, когда приходишь к кому-то призывать ему, не приходи так, как будто бы ты шейх или ислам, как будто ты самый ученый из людей. Наоборот, чувствуй свою ничтожность и призывай человека мягким, добрым словом. Осуждать людей, такой-то является неверующим кафиром, такой-то является нечистивцем, фасиком, это не на нас. Решают о человеке его положение, либо большие ученые, либо судьи. А на нас лежит, на наших лет лежит призыв. Приходит такой человек и говорит, у нас есть человек, который не молится, не совершает намаз. Что ты о нём скажешь? То есть, ты должен сказать, что судить его не твоя забота. Твоя забота, чтобы он начал ходить, начать и совершать намаз. А судить его, это проблема правителя, не твоя. Почему мы оставляем их для шайтанов, братья? То есть, будет так, что всего одна мечеть для Ахли Сунна и всё, что ли? То есть, если так же будем продолжать, то, говорит, это будет уменьшаться наше количество? То есть, до каких пор мы будем оставаться в таком положении, что каждый раз, как мы начинаем изучать, начинаем изучать только три основы и заново опять три основы? Нельзя так говорить? Нет, говорит, проблемы, если приедет один человек, кто-то другой, и повтори с ним три основы. Это проблема, нет. Проблема в том, чтобы с ним заново и заново изучать три основы. Надо непременно идти вперед в изучении, в обучении. Изучил три основы? Если кто-то придет и скажет, давай заново изучать три основы. Ты скажи, нет, проверь меня, и идем дальше, дальше новое изучать будем. Будем заучивать те матыны, которые нам предсоветуют ученые, книжки. И самое минимум, что вы должны выучить из Курана, это фатиху и короткие суры. Исправить свое чтение, правильно читать. Братья говорят, на сегодняшний день мы в очень опасном положении. Что делают наши дети? То есть, если мы сегодня их не обучим, они пропадут, говорит. То есть, многие говорят, мы знаем, что хотят прийти в мечеть, обучаться, оставить беда, оставить ширки, но нету того, кто бы их обучал. Он говорит, никто к нам не пришел и не рассказал ничего. Такой-то, говорит, выучился, и остался сам по себе, никого не обучать. Каждый из нас желает оказаться вместе с пророком, правда же? И говорит, в своей душе, если бы я был бы с пророком, я бы ему примерно помогал бы, помог бы победить. То есть, джихад бы делать с пророком, защищал бы его. А сейчас ты можешь защищать сумму пророка, почему же ты ее не защищаешь? Каким образом? У бракма, учись. Знай. То есть, делай дела и призывай, как это делал пророк, салам. И терпи, говорит, непременно нужно терпеть. Мы, говорит, наши дни, слышим, говорит, порой, говорит, каждый ежесекундно, говорит, появляется какое-то заблудшее течение появляется. Которые хотят, эти группировки хотят уничтожить исламские государства. Испепелите, даже, говорит, хотят уничтожить мечети и мусульман. Почему же мы, братья, никогда не объединимся, не поможем друг другу в благочестии и добре? Разве это уменьшится от нас этим образом что-то? Что-то убудет от нас? Нет. Саят такой, что в судный день их призовут и спросят, каким образом вы ответили посланникам? Разве пророк сам не донес до нас тот аманат, который он был от Аллаха? Донес до нас его послание? Делал джихад ради Аллаха? Сделал в своей общине полноценное наставление насыга? Что ты скажешь? Ты скажешь, да, скажешь, клянусь, Аллах, я, ты, то есть, пророк сам полноценно донес до нас? Тебя Аллах спросит о том, с чем пришел пророк, словил Аллах сам? Ты изучал? А делал ли ты дела? Призывал ли к этому? Терпел ли на этом? Что касается дел того света, ты должен смотреть на тех, кто лучше тебя. То есть, не говори, я лучше, чем тот и тот-то, я лучше, чем те суфисты или эти. Нет. У каждого из нас есть своя какая-то определенная цель. Какая именно? Каждый из нас, говорит, стремится к женихе, да? Правильно же. И что с ним происходит? Он женится за дозволение Аллаха? Почему тогда ты не стремишься распространять сунну пророка? Ты стремился, пока не женился, да? А почему же ты не стремишься расстроить сунну пророка? саллах салли. Обратно, знай, что ты призываешь к Аллаху, хочешь ты этого или нет. Потому что люди, которые вокруг тебя, не смотрят на тебя. Видят, что ты совершаешь пять намазов вместе с джамаатом. То есть не будь причиной того, что люди плохо думают об исламе тем, что ты говоришь, злословишь за кого-то, осуждаешь кого-то за спиной, делаешь сплетни, оставляешь обязательные молитвы. Не будь причиной того, что люди плохо говорят об исламе из-за тебя. Ты постоянно должен находиться в таком состоянии, что ты что-то не доделываешь и что-то упускаешь. И об этом сказал Ибн-Аль-Кайм, рахмам Аллах. Думай о себе плохо. То есть думай, что ты плохой. Грешник. Который делает упущение в религии. Несправедливый. Если ты будешь думать о себе строго так плохо, то ты найдешь, что ты идешь по прямому пути. Если то, что ты находишь в себе из богобоязнности, то, что ты идешь прямым путем, у тебя есть какое-то понимание, не думай, что это от тебя, от самого, что ты такой умный. Нет, это все по милости Аллаха. То, что мы сегодня собрались, это то, на чем были сподвижники, с праведными предшествиями. Наше собрание, собрание знаний. Вспоминаем шариатские знания. Или же, говорит, наше собрание в том, что мы, говорит, говорим о том, о чем даже простолюдины иной раз стесняются говорить. Есть те, кто говорят о женщинах. Или обсуждают какие-то бытовые, какие-то мирские вещи, позор, говорит, для левой очереди знаний, сидеть и обсуждать этот мир. Сделай каждый день, чтобы было какое-то время, в которое ты требуешь знания. То есть, выбери в себе каждый день определенное время, в которое ты требуешь знаний. Какое-то определенное время, в которое ты читаешь Кур'ан. Какое-то время, в которое ты повторяешь знания. То есть, если ты вот эти три часа, на каждое время по три часа выделишь, то ты будешь в благе. А если проходят дни, ты ничего не знаешь, ничего не постиг из знаний, из призыва. Стремись, насколько ты можешь, к исправлению. Как мы говорим, здесь вот сейчас в деревне сами находимся. Сколько здесь примерно жителей? 1,500. 5,000. 5,000 человек? 5,000 человек. Нет, людей. 1,500 человек. 1,500 человек. 1,500 человек. То есть, можешь сказать, я могу призвать 20 человек. То есть, если каждый из вас скажет, 20 призвал, 20 призвал, то, по милости Аллаху, вся деревня до нее будет до ничем этот призыв. То есть, невозможно быть такое, чтобы для здравомыслящих человека дошел правильный ислам, и он отказался от него. Это невозможно. Только человек, который горделивый, отказывающийся. Если этот тебе не ответил на твой призыв, иди к другому. Поясни, говорит, прямое руководство не в твоих руках, а в руках Аллаха. Потом мы видим, что средств, по которым можно делать призыв, сегодня много. Почему мы используем эти вещи, которые нам, как современные технологии, для распространения каких-то заблуждений, для того, чтобы смотреть всякие заблуждения? Почему мы не используем эти средства для распространения неправильных знаний? Например, Фатфу Шейху Самина, рагималлах. Хусин хулук. Благи и нравы. Не будет язгар азар аль-акиды аль-а-сулаку л-мар. То есть, непременно, правильная акида должна проявляться в поведении человека. Я говорю, то, что то, что говорят, что достаточно того, было бы, если бы даже пророк встретил тех враговцев своим благим нравом, этого было бы достаточно для них, чтобы осудить. Потому что нравом пророка был Кур'ан. поистине ругаться может каждый если спросим у кого-то ты можешь целый час ругать кого-то или ругаться скажет это самое легкое что можно сделать 10 часов вообще без проблем и он вспомнит все виды ругательства и поносительства и может даже на трех языках это сделать а если мы спросим а можешь ли ты разговаривать языком шариата языком знаний языком ученых языком пророка хотя бы час это уже тяжело давать разве дорога пророка сам это ругательство и поносительство нет блогу и нрав некоторые люди на сегодняшний день могут тебе приукрашать и шайтаны из числа людей они хуже чем шайтаны из числа джинов джинс и мы видим то что который порча происходит среди молодежи порчи происходит среди государства портится мы возвращаемся к ученым если хочешь джихад если хочешь джихад если хочешь джихад если хочешь джихад или ты хочешь присоединиться к какой-то группе людей если хочешь джихад если хочешь джихад если хочешь джихад ты сейчас здесь находишься изучай обучайся призывай к Аллаху то есть религия получила большее распространение от призыва нежели чем по причине джихада Аллах Субхану Тааля Аллах Субхану Тааля Аллах Субхану Тааля похвалил ученых и они являются наследниками пророка и мы скажем такому человеку который на следующий день вышел делать джихад сколько ты убил сколько ты убьешь как ты думаешь как ты убьешь 1 20 100 100 самое много может быть 20 а самое минимум 1 а если призывай к Аллаху сколько людей призовешь это значит это значит что я должен теперь оставить джихад или делать джихад Ведь мы видим, говорит, на сегодняшний день, что человек, который призывает к джихаду против кафиров, в конце видим результат, что мусульманин убивает мусульманина. И ты не знаешь вообще, к кому ты идешь, в суть его не знаешь, кто он такой. И почему они на сегодняшний день желают истребить эти наши государства? Почему? Исправление государства будет путем взрыва или же путем обучения и изучения? Разве пророк начал с убийств со взрывов или же начал с того, что начал обучать людей? Поистине говорит, мы с вами, братья, живем в очень опасное время. Как сказал пророк, кто-то из вас проживет долгое время и увидит много разногласий, много смут. Прошу Аллаху, чтобы он уберег меня и вас, вот, смут. Аллаху, рупuceй, Burada доorton, микаээль, и срафин, Фатир, и Садена realize та арбы того, что у них были могут могут быть валюта, и едите на мны из тогоzin сам northern мира kabа, и на тот момент effectively. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Законно! Аль-Амур-А prob. Акс. А wine.. А-шу-рус- Rusа. Субтитры сделал DimaTorzok